Добрый день, уважаемые друзья! Это Портенит внизу. Поселок Портенит. Мы стоим на южно-бережном шоссе и отправляемся над Портенитом в село Запрудное. Это такая столица Ялтинского Лука. Запрудное и за Ушты. Сюда можно добраться троллейбус номер 32, но он доводит вас только до трассы. А есть автобус номер 103. Он довезет вас прямо до села. Лестница какая-то нескончаемая. Там, кстати, была скамеечка. Местные власти, если вы сейчас на меня смотрите, наведите там порядок. Ну, или хотя бы поставьте мусорку. Мусорка там нужна. Это Медведяра. Яблочко дикое позирует. Внизу трасса осталась. Ну и так посмотреть живописненько. Верхняя Запрудная. Мы нижняя пробежали, даже не заметили. Никак не можем кого-то поймать, чтобы узнать, сколько стоит здесь лук. Настоящий Ялтинский лук. Там к одним постучали никого, к другим никого нет дома. А все, кто мимо проходит, они не местные. Вот у вас яблоки. А здесь вместо яблок инжир. В общем, прям на улице растет. Хурма прямо такими гроздьями. Ух. Пожалуйста. Какая-то речка. А, да. Забыл сказать. Мы тут впервые. Так что, опять вы видите уникальные кадры, где ступает впервые нога автора этого канала. И вот такое я, правда, в первый раз вижу, чтобы в селе была карта села. Это молодцы. Тут аж двенадцать достопримечательностей. Крымско-татарская мечеть, родник, православный приход, памятник советским воинам, озеро юбилейное, заповедник, изображение лица, выбитое на камне. Дегерменкойский исар, родничок, озеро и место съемок фильма «Кавказская пленница». Строится православный храм. Нам нужно прямо, там справа школа, поворачиваем налево. Здесь шестьдесят метров и написано «Музей домовых». Пойдемте посмотрим. Вот и вход. А напротив Почта России. А, Почта Крыма. Извините. А вот и дом домовых. Входить можно? Можно. Как всегда, жизнь подобна игрищам. Иные приходят на них состязаться, иные торговать. А самое счастливое, смотреть Пифагор. А, тут есть звонок. Надо позвонить. Наверное. Там ценник был, значит, 300 рублей с экскурсии взрослый, 150 – детский. А если без экскурсии, то 200 рублей взрослый и 100 рублей детский. Звоним, звоним, а никто не отвечает. Ну, как хотите. Мы вам принесли аж 600 рублей, хотели вам дать. А вы не хотели нас принимать. Ладно, идете дальше. Местная школа. Местный магазин. Это наша конечная цель. Ой. Бирюзовое озеро. Не туда, а вот сюда. 250 рублей. А в связке два, да? Там два килограмма. Да. 250 рублей. А дорога все выше и выше. Все круче и круче. Промахнуться невозможно. И еще. Тут такая дорога, что только на внедорожнике. На обычном связанчике тут не проскочишь. Свежие фрукты и овощи. Крымские целебные травы. Такой одежды. Ну, все. Дошли до озера. Сейчас. Озеро дальше. А это просто овраг. Решили посидеть, отдохнуть. Ой. И труба. Слышите? Это оттуда с озера вниз подается вода. Вот эта гора называется Караул Кая. 1268 метров над уровнем моря. И пока мы тут сидим, я решил свой градусник достать. Это температура на солнце. 28 градусов на солнце. Ну, а в тени градусов 20. Не больше. Взгляд назад. Это портенит море. Вот такая красота. Правда, когда хорошая погода, прям закачаешься. Это был взгляд назад, а это взгляд вперед. Тоже так живописненько. Правда? Ну что, красиво. Потихонечку видно, что заходит осень. Было ровненько, теперь опять наверх. Опять взгляд назад. Вот где-то там мы были. Вот такой подъемчик небольшой. До этого был такой тягун. Идешь, потихоньку набираешь высоту. Поднимаемся, поднимаемся. Опа. Развилка. Налево пойдешь. Ну, тоже, в принципе, к озеру придешь. Но лучше повернуть направо. Так быстрее. Очередная развилка. Кажется, там лучше и удобнее, да? Ну, лучше сюда идти. И тут такой уже красивый лес. Нет, такое надо запечатлеть. Это такой себе смешанный лес. Крымская сосна и дубы. Ух ты. Это сосна. Крымская сосна. Такие ветки. И вообще, это такой вот отрезок пути. Это уже последние метры перед озером. Очень красиво. Так, остались последние метры. Бирюзовое озеро. Никогда его в жизни сам не видел. Ну, оно как бы не сильно бирюзовое. Надо поймать ракурс правильный. О, они чё так большое. Нормальное. И красивое. Вот, живописно, правда. Ага, тут красиво. Вот это и есть бирюзовое озеро. Ну, оно вот такое уж прям не сильно бирюзовое. Нужно искать какой-то правильный ракурс. Но, я вам скажу, даже без того оно очень даже живописное. Честно скажу, стоило, стоило того подъема, чтобы сюда прийти. Вот, полюбуйтесь, да? Ну, красиво же, ну. Ну, чё, красивое озеро. Ну, чё, зря придирается. Очень даже. Вот так красиво. Так выходишь и за дерево, опа. Красота. Пытаюсь поймать какой-то ракурс, чтобы... Вах! Сейчас будем искать. Вон, как дерево погнуло. Наверное, ветер. А тут, я вижу, стыкает какая-то речка. Ой, какой-то приток или родничок. Обратил внимание, что здесь нет каких-то лавочек, каких-то беседочек. Ну, оборудованных мест для пикников или ещё чего-то такого. Нема. Жалко. Вообще, это пруд. Он специальный, он искусственный. Он создан, чтобы людей питать водой там внизу. Чтобы они лук выращивали этой водой. Поливали. В общем, вот такое красивое озеро. Бирюзовое. Вот всё, что я сегодня хотел показать. Надеюсь, вам нравится. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Все ссылочки в описании на наши социальные сети. На поддержку нашего канала. И у меня на этом всё. Большое спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok